всем привет сегодня 19 июня мы все еще в тамбове так времени где-то около часа немножечко мы под задержались но ничего страшного на улице довольно неплохая погода даже жарко но я решила не в платье идти в длинные юбки хочется ее выгулять она такая симпатичная у меня и белую маечку надела открытую по загораю может быть чуть-чуть если получится конечно там переменная облачность вот и что я вам рассказываю про погоду сейчас выйдем и сами все увидите вот мы уже на улице эти солнце и облака переменная облачность тепло хорошо ветерок как обычно но не сильный пока что мы идем смотреть те достопримечательности которые за предыдущие полтора дня не увидели таких достопримечательностей нельзя сказать чтобы много поэтому мы не будем торопиться будем плавно перемещаться из локации в локацию спешить нам сегодня особо не придется дождь не обещали не обещали обещали тепло и но не жарко два часа того момента как мы вышли из дома и мы за это время не увидели еще ни одной достопримечательности по простой причине мои шлепки одни единственные которые я взяла с собой они как-то резко начали разваливаться в них ходить еще можно но если они доживут до ельца я буду просто счастлива и вот эти два часа были потрачены на то чтобы на ближайшем рынке и ближайших магазинчиков в ближайших магазинчиков найти ну что-то похожее но к сожалению не увенчалась эта затея успехом время было потрачено впустую нет обуви много я не спорю и действительно хватает но проблема в том что у меня нога очень узкая и из любых шлепок где нет перемычки она выскакивает да и ну просто я такую обувь носить не могу а с перемычками обуви ну раз-два и обчелся видели пару моделей симпатичных но у них покрытие вот эта стелька она как будто бы замшевая и вот я представила себе как я в замшевую шлепочку попадаю под дождичек и как это замша очень быстро превращается непонятно да и опять же ноги же потеют все это будет в эту замшу впитываться и да за две недели подобную обувь я убью просто хлам а цена при этом в районе 4 тысяч рублей так что к сожалению красивая обувь отпала а менее красивой обуви мы не нашли ну я надеюсь что до липецка я в этих шлепках как-нибудь доеду и в липецке может быть уже что-то мне на глаза попадется вот казалось бы да вот вам рынок магазины но ничего нет а пока ходили мы успели проголодаться и вот я не знаю на какой улице мы нашли столу да в общем хотим уже поесть хотим присесть многие уже устали а я еще только начала но мое не говоря худого слова да я забыла что воскресенье воскресенье это такой день когда мало что будет работать слушай ну пойдем какой-нибудь фастфуд ладно найдем что ж теперь поделаешь а знаете какая-то улице это одна из улиц которая находится рядом со стадионом а впереди видимо советская улица будет вот там вот дальше да ну в сущности мы на советскую и собирались в сущности Субтитры создавал DimaTorzok Перекусили, двигаемся дальше В принципе, заведение, которое мы посетили, Миттерия Оно такое немножечко пафосное С претензией, я бы сказал Да, не бюджетное Но когда выбор между кафешкой и фастфудом Я все-таки склонна выбирать кафешку А если у вас нет жесткого ограничения по деньгам Так, чтобы строго уложиться в сумму И вы можете себе потратить чуть больше, чем запланировали То, в принципе, эту еда льня можно посетить Да, меню там довольно-таки разнообразное Не бюджетное, но неплохо вполне По вкусовым качествам меня лично все устроило Эта курица с моцареллой очень интересная была Можно было даже не брать гарнир Я бы этой курицей наелась Да, суп тоже не подкачал Был очень вкусный Вот К такому борщу неплохо еще водочки Стопочку хряпнуть Идеально было Бучком занюхать Салом заесть Закусить Ну и так В том виде, в котором его подали Тоже было весьма неплохо Да В целом нам понравилось Но второй раз мы бы не стали сюда заходить Дороговато Так, а мы вышли куда-то На Советскую улицу, кажется Да, вот гостиный двор Да, и давайте посмотрим на гостиный двор Вчера мы о нем рассказывали Но ракурс был неподходящий Да Сейчас автобусы проедут И можно посмотреть на это здание Такое красивое, старинное Вот Сколько колонн Да Очень все это мило выглядит Ну а там колокольня Церковь Мы вам про это вчера рассказывали Рядом ЦПКО Так, а мы сейчас пойдем По этой улице прямо Потом повернем направо Хотим посмотреть женский монастырь Снова мы подходим К маленькой речке Студенец И вот здесь есть такая надпись Что каменный мост через реку Студенец Возведен в 1788 году При правителе Тамбовского наместничества Державине Охраняется государством Это вот этот мост? Так понимаю? Видимо, да Наверное, и этот Гаврион Романович Возвозил Но не лично, конечно Понятно дело Не лично Дал ЦУ Сказал, сколько можно Да, до Коли И возвели И возвели Мы по нему сейчас идем с вами Мы зашли на территорию Вознесенского женского монастыря И первое, что мы с вами видим Это колокольня Такая она красивая А там за колокольней Собор Посмотрите, какие купола Интересные Такие расписные Очень красиво Выглядит этот монастырь Надеюсь, получится найти Более адекватный ракурс Ну, потому что Ну, конечно Целиком в кадр Ничего не влезает Это грустно Давайте прогуляемся По территории монастыря Заодно расскажем его историю Как я думаю Можно догадаться Это также Одна из достопримечательностей Тамбова Красивая церковь Святая обитель была основана В конце 17-го века Но по причине малого финансирования Строилась она долго Вплоть до прошлого столетия Изначально монастырь состоял Только из нескольких Деревянных келей для монахинь Первая церковь была построена На исходе 18-го столетия Спустя четверть века Возвели второй храм И свет монастыря осложился На ближайшие 19-го и 20-го века Когда достойные рейсные уборы Когда здесь появились мастерские И дополнительные хозяйственные постройки А также здесь открылась Ольгинская школа-приют При советской власти Былась борьба с религией Монастырь пришел в упадок И здания постепенно разрушались И лишь в 90-е годы прошлого столетия Это место вернули верующим Сегодня оно восстановлено Восстановлены многие постройки Монастырь это действующий Здесь кипит жизнь И сюда можно прийти Я не знаю, если верующий человек помолится Если неверующий, просто приобщиться к истории И прекрасным видам, которые здесь присутствуют Так, давайте смотреть Вот это церковь перед нами Это храм в честь иконы всех скорбящих радость Очень красивое здание Сейчас на ремонте находится А это Вознесенский собор Жаль, колокольня не влезает Но сам собор поместился И вы можете посмотреть, какой он красивый Какой он интересный Какие купола Ну это же просто красота Мы когда ехали на автобусе Въезжали в Тамбов Это была первая достопримечательность Которую мы увидели И, конечно, мне сразу же захотелось Сюда прийти Показать вам И самой полюбоваться Очень красиво А еще на территории Посмотрите, какие розы красивые Разноцветные Вот, какая красотища-то Глаз радуется Ну вот, посмотрели с вами Вознесенский женский монастырь Вознесенский собор И двигаемся дальше Сейчас мы идем вдоль большой такой дороги И вот как она будет петлять Так и мы будем петлять И попадем на тот берег реки Цны Так, мы еще не дошли Нам нужно сначала перейти По мосту через реку Студемец Но я, честно, даже не знаю Какая она тут широкая Не широкая Трубы какие-то Вот там вот Это скорее ручеек Ручеек, да Ага И вдоль большой дороги Нам Идти вперед Ну, вид, конечно, красивый Открывается Все эти церкви Впереди Золотые купола Очень красиво А что-то А, да Ну да, визитная карточка города Одна из... Мимо не проскочишь Если едешь, например, по этой дороге Из... Откуда? Из Пензы, да Вот мы приехали Да, очень красиво Переходим через канал реки ЦНА Так, написано на табличке Рядом с мостом На въезд в город Небольшая пробка Там впереди Много светофоров Извилистая дорога Много машин Все возвращаются С дачи Так, ну давайте посмотрим Вот Река ЦНА Красота какая На той стороне Видите, пляжик Можно позагорать И там находится Сад, куда мы идем Единственный вопрос Где пешеходный переход Ближайший Не пришлось бы перебегать дорогу Это же небезопасно Не пришлось там искать пешеходный переход Нашли лесенку Она ведет с моста вниз Такая она корявенькая Но она есть И можно просто под мостом Пройти на ту сторону Попасть в парк Погулять там чуть-чуть Ну посмотрите Здесь лежаки Навесы Песочек Вид красивый Я думаю мы тут Немножечко походим босичком Может быть даже Залезем в воду Ой, водичка холодная Ой, мама-мама Так, все Я зашла по колено Дальше не пойду Хватит с меня Ой, мамочка дорогая Так, ну давайте Посмотрим Влад Ой, холодная водичка Ну вот народ купается Радуется Скверик этот маленький Сюда приходят Вот чтобы на велосипедах покататься Поваляться на пляже Ну вода рано или поздно прогреется Можно будет искупаться Ну кого-то это и сейчас Не останавливает Ну собственно и все Да, больше здесь Ничего нету Ну нам хотелось В хорошую погоду По этому скверику прогуляться Уходим из парка По пешеходному мостику Река Цнап Давайте полюбуемся Еще раз красивым видом Погода сегодня замечательная Солнце, все подсвечено Посмотрите, какая красота Замечательно Вдоль парка аттракционов Мы движемся к выходу Там впереди арка Это как раз выход И попадем мы на Советскую улицу Мы вышли из парка культуры и отдыха И сейчас будем прогуливаться По скверу Державина Чтобы в него попасть Сквер этот вот Прямо напротив находится Нужно сделать небольшой крюк Либо туда через подземный переход Либо вот туда там обычный светофор В общем, немножечко приходится поплутать Но зато потом мы попадаем В такой скверик с клумбочками И вот стоит здесь памятник Это как раз таки Державин И этот флажок Точнее, эта гирлянда Не дает нам его рассмотреть толком Ну и солнце тоже нам мешает Ладно Если я правильно понимаю То Державин был начальником этого города Какой-то Родским плавой или мэром Что-то вроде этого Да Но когда это было Мы, честно вам, не скажем Так А, ну здесь написано Когда этот памятник сооружен Ну ладно Пойдем немножечко погуляем Жалко, что ветер сильный Так-то погода хорошая Но из-за этого ветра Приходится все время громко кричать И то я не уверена Что вы меня слышите Посмотрите Какая милая клумбочка впереди С такими пальмочками Это, наверное, Драцена Или что Это непонятно Мы не ботаники Но симпатично Цветочки Здание, которое мы с вами сейчас видим Это Тамбовский краеведческий музей Посмотрите, какой он большой Красивый Это один из крупнейших И старейших в России Музеев краеведческих Он был образован в конце 19 века За свою долгую историю Музей не один раз Переезжал с места на место Экспозиции размещались И в доме Шаршорова Это местная достопримечательность Усадьба И в культовом сооружении Спасо-Преображенском соборе Вчера мы увидели И рассказывали об этом Ну, а на исходе прошлого века Музей, так сказать, прописался В здании бывшего дома Политического просвещения Это вот то, что перед нами На сегодняшний день В фондах музея Находится более 120 тысяч экспонатов Которые представлены В семи отделах Здесь и горные породы И останки древних чудовищ Иконы Церковная утварь Предметы быта И многое-многое другое Вообще в этом музее Довольно серьезно относятся К пополнению экспозиции И, так сказать, кастинг Проходят только самые такие Эксклюзивные предметы Которые при желании Можно посмотреть Нашу культурную программу Посещения музеев краеведческих Либо каких-то еще В этот раз не входит Но я послушала про этот музей Честно, мне захотелось туда зайти Но уже нет времени Нет возможности Но если вы приедете в Тамбов Вполне можете полдня посвятить К тому, чтобы рассмотреть Все эти экспозиции Думаю, будет интересно А еще в этом скверике Есть такие интересные Скульптурки Маленькие-маленькие На таких колоннах Посмотрите Какая-то девушка сидит Вот Они не подписаны Поэтому я даже не знаю Как это можно назвать Так, а здесь вот Две девушки Серьезненько Очень оригинально Навевает странные мысли А вот еще одна Девушка сидит Вот Такие скульптурки Сразу и не заметишь Интересно Прошли мы буквально пару метров И вышли в еще один сквер И это сквер Василия Степанова Если я ничего не перепутала Этот сквер Ну тоже довольно-таки симпатичный И в отличие от предыдущего Здесь есть фонтанчик До конца этого сквера Мы решили не ходить Мы хотим выйти на Небольшую пешеходную улочку Вот она впереди Называется улица Коммунальная Вообще эта улица достаточно длинная Но пешеходная Она всего лишь один квартал Стоит на этой улице Вот такая вот скульптура Это Тамбовская казначейшая Здесь где-то есть казначейство Точно не помню где именно А вообще это персонаж Одноименного произведения Лермонтова Вот Не самое известное произведение Я с ним столкнулся Когда искал достопримечательности Тамбова прочитал Замечательное произведение Не очень длинное За 30 минут оселить и легко Вот Там рассказывается Как в Тамбов приезжает Гусарский полк Размещается на квартиру И один из гусар Решает Такую Любит женщин Вот Он решает приударить За женой Казначея Собственно казначейшей Вот И Испытывает к ней Разнообразные подходы А в конце концов Просто выигрывает ее в карты Несмотря на немного Трагичный такой сюжет И такую Неожиданную концовку Совершенно такое Прекрасное стихотворение Исполненное Большим количеством юмора Каких-то шуточек Островных фраз Честно Мне очень понравилось В некоторых источниках Этот памятник Упоминается Как памятник Курпулентной даме В принципе Можно увидеть Что она такая Барышня пышная Здесь изображена Хотя В реальности Если вы прочитаете Стихотворение Лермонтова Там как раз Казначейшая Очень изящная девушка О чем Конкретно Вот есть целый Там довольно большой Раздел Посвящен ее описанию И там говорится Что да Она Очень изящный персонаж Не курпулентная Ну об этом Там нет ни слова Вот так скажем Вообще ни слова Почему ее так изобразили Пышной такой Кипертрофировали немножко Что для масштаба Для объема Ну она такая пышная Бюс даже Вываливается Немножко из Корсета Вот Тем не менее Памятник замечательный Стихотворение замечательное Читайте И получайте наслаждение Честно говоря Даже как-то странно Шесть часов вечера А на пешеходной улице Почти нет людей Да Очень пустынная улица Такое впечатление Что что-то случилось Может в воскресенье Все дома готовятся К работе В понедельник Да Обычно в других городах На таких пешеходных улицах Полно Каких-то шалманов Полно каких-то Здесь есть парочка Кафешек Полно людей В конце концов Да Музыканты Уличные То-сё А здесь Магазины Да В большом количестве Пара кафешек Есть Ну в общем-то И все Это немножко Сбивает с толком Если бы мы Так вот не знали Что это местный Тамбовский Арбат Ну может быть Мы бы этого и не заметили Ну да Как-то неинтересно здесь Да Скучно Скучно Надо поменьше магазинов Побольше Для людей Каких-то развлечений Да Потому что рядом рынок Даже сувенирная лавка Уже закрыта Ну что это Кстати да Это удивительно Мы все еще На этой пешеходной улице Просто не знаем Уже куда себя деть Все что хотели Посмотрели По крайней мере Большую часть Да То что еще не посмотрели Довольно далеко Отсюда находится И Как-то не хочется Нам туда идти И мы вот Подумываем Засесть В каком-нибудь Шалмане Их здесь Мало Вспомните Да Какая пешеходная улица В Пензе Ну это ж Четыре квартала Кабаков А здесь Ну скромненько Скромненько Видимо В других местах Жители Тамбова Предпочитают проводить Свободное время Не пользуется популярностью У них Эта улица Ну Всякое бывает Может просто Не распробовали Еще Вот поставят Здесь еще Шалманов Побольше Музыканты Какие-нибудь Сюда придут Уличные И Глядишь И народ Подтянется Жизнь закипит Жизнь закипит Но мне кажется Жизнь закипит Где-то в районе Набережной Возможно Там очень много Молодняка Вот где Наши ровесники Предпочитают Проводить время Я не знаю Посидели мы В кафешечке Поубивали время Но все равно Еще слишком рано Чтобы возвращаться В наши апартаменты Мы думали Куда нам податься И решили Дойти до Железнодорожного вокзала Это Относительно Недалеко отсюда Можно идти По Интернациональной Улице На которой Наши апартаменты Она Вот там Параллельно Расположена Но мы решили Пройти По Коммунальной Улице Я уже говорила Что пешеходная Часть Коммунальной Улицы Это всего лишь Один квартал А потом Обычная Совершенно Улица По которой Ходят машины Но она Довольно широкая Есть Немаленькая Такая Пешеходная Зона Которую Как раз Сейчас Реконструируют Я вам уже Это показывала Слева Ой Это я говорю Справа Разные Торговые Центры Справа Будет Рыночек А слева Интересные Здания Не в очень Хорошем Состоянии Они К сожалению Но Видно Что Старинные Кстати На некоторых Улицах Можно встретить Вот такие Таблички Для туристов Улица Коммунальная Первоначальное Название Пензенская Так как От нее Шла Дорога На Пензу Потом Эта улица Стала Называться Гимназическая Когда Здесь построили Мужскую гимназию А в коммунальную Она переименована В апреле 1918 года Протяженность Смотрите Почти 2 километра Длинная Такая Улица Вот там Где она Реконструируется Я думаю Там Тоже Будет Что-то Типа Такой Полупешеходной Улицы Дома Правда Там Не в очень Хорошем Состоянии Их Нужно Будет Тоже Как-то Реконструировать Покрасить Хотя бы Да И Лавочки Не очень Интересные Какие-то Свадебные В основном Магазины Можно будет Сдать в аренду Разным Кафешкам И Будет Пешеходная Улица С кафешками Это Намного Веселее Ну и Пока мы Тут Идем По этой Улице Может быть Расскажем Об истории Города Немножко То что удалось Выцепить Из интернета Понятно Что какие-то Краеведы Историки Смогут Рассказать Гораздо Больше Мы не Краеведы И не Историки Просто Гуляем По разным Городам И Что-то О них Рассказываем Чтобы было Общее Представление Да Ну и так Тамбов Был основан В 17 веке В качестве Опорного Пункта Московского Государства В районе Дикого Поля Чтобы было понятно Дикое поле Это Неразграниченные И слабозаселенные Причерноморские И при Азовские Степи Между Днестром На западе И Доном На востоке Несмотря на то Что эти земли Были пригодны Для земледелия Вот эти вот Дикие Дикое поле Для скотоводства Для промыслов Особого развития Они не получили Дело в том Что Здесь было Очень неспокойно Через эти земли Регулярно Так сказать Напегали То хазары То печенеги То половцы То татары Они здесь Туда-сюда Ходили Ходили И соответственно Можно было Очень быстро Лишиться Всего того Что нажито Непосильным Трудом Самому Загреметь В рабство И это Как бы В лучшем случае Приятно Да В связи с этим Здесь начали Строиться Сторожевые посты В которых Несли службу Княжеские дружины Ну а Впоследствии Такие посты И крепости Росли Ширились И превращались В города Нечто подобное Произошло И с Тамбовом Ну и так Значит Здесь организовали Крепость Стало Поспокойнее И когда Это люди Поняли Что здесь Можно Селиться Особо Не опасаясь За свою Безопасность Не опасаясь Татарских Набегов Крепости Все-таки Это была Не единственная Крепость Их было много По периметру Дикого поля Сюда Понаехало Большое количество Крестьян Их Привлекала Не только Плодородная Земля Ну и Что важно Возможность Скрыться От помещиков Проблема в том Что помещики Тоже как бы Понимали Что А что это крестьяне Тут работают А дань не платят Непорядок И Подтянулись сюда Следом за крестьянами Соответственно Не прошло И сорока лет Как здесь Вспыхивает Первое крестьянское Восстание Причем Оно было Достаточно Масштабным Дважды Повстанцы Скажем так Крестьянские Бунты Дважды Они осаждали Тамбов Не смогли Правда Его взять И справиться С ними Смогли Только Войска Впоследствии Эти Бунтари Были разгромлены Позднее Уже При Петре Первом Город Сначала Был Сборным Пунктом Русских Полков Принимавших Участие В Азовских Походах А затем После того Как Первый Поход Закончился Неудачей И царь Петр Алексеевич Понял Что без кораблей Как-то Не обойтись Здесь Начали Добывать Древесину И Именно Из этого Дерева В том числе Был построен Первый Русский Плод Немного Уклонились От Основного Маршрута Хотим Одну Достопримечательность Посмотреть Свернули На Пролетарскую Улицу Ну что Продолжим Да Продолжим Итак Время шло И уже При Екатерине Второй Город Стал Центром Тамбовского Наместничества В данном В данном случае Наместничество Имеется ввиду Административно-территориальная единица Российской империи И при этом Хотя территория Этого Наместничества Была Гораздо Больше Чем Территория Современной Тамбовской Области Город Внешне Все еще Больше Напоминал Большое Село Здесь были Деревянные Дома Соломенные Крыши Улицы Безмостовых Огороды Ну и все В таком духе И только Крепость Возвышающаяся Посреди Всего Этого Безобразия Напоминала О том Что это Все-таки Город А затем Город Получает Статус Административного Центра Губернии И так что Ну нет Нет Да и Пришлось Взяться За его Благоустройство Столичные Архитекторы Составили План Застройки По которому И развернулось Строительство Ряда Крупных Зданий И внедрение Прочих Городских Инноваций Того времени Так что Примерно К середине 19 века Здесь уже Насчитывалось Внимание 45 улиц Много Да Из них Между прочим Две набережные А это Как бы Ну так Для нас Сейчас смешно А это Более 2000 домов И из них 69 каменные Вот Что там еще было 7 трактиров 5 харчевин 20 питейных домов 8 штофных лавок 7 погребов 25 постоялых дворов Так Что там еще А так же Магазины Магазины Модной одежды И галантерея Или говоря Современным языком Гостиницы Кабаки И бутики Да Ну это шутка Конечно Ну и впоследствии Шла история При советской власти Город так же Продолжал Расти Строиться Здесь открывались Предприятия Школы Культурные Какие-то центры Театры Парки Все это росло Ширилось И этот рост Сохранился До наших дней Собственно Вот мы сейчас Гуляем по этому Замечательному городу Все это видим Да Мы уже Миллион раз говорили Старинные здания Соседствуют С какими-то Современными Постройками И это все Говорит о том Что город живет Город развивается И скажем так Движется в будущее Вместе со всеми нами Мы свернули На Октябрьскую улицу Довольно шумная Посмотрите Сколько машин Идет эта улица Параллельно Интернациональной улице И здесь Парочка достопримечательностей Должна нам встретиться Надеюсь мы найдем Достопримечательности А то Тут какие-то заборы Непонятные здания Пока что Ничего интересного Ну короче Нас опять занесло Чер знает куда Вообще не факт Что мы дойдем До этой достопримечательности Потому что реально Посмотрите Все перекопано И главное Что до вокзала Отсюда Нам тоже добираться Будет крайне сложно Нет Ну мы конечно Попробуем Мы же упертые Но вот я лично Не понимаю Почему некоторые Достопримечательности Ставят Чер знает где На джиме Так Навигатор Показал Что нам идти Не сюда Но то что нам нужно Мы нашли Почему-то И здесь На территории Гостиницы Или отеля Они сами Не могут разобраться Кто они есть Да Ну вот Дошли Вот Посмотрите Тамбовский купец И Тамбовский волк Да Давайте поближе Подойдем Когда ты людям Радость даришь Тамбовский волк Тебе товарищ Вот так Кто-то Такие стихи Замечательные Придумал Ну давайте Тогда уже И на купца Посмотрим Раз он тут Рядом с волком Обретается Вот тут Семь принципов Введения дел В России Выработанных Предпринимателями В 1912 году Обозначены Я зачитывать Не буду Просто поближе Сниму Ну такие принципы Мне кажется Во все времена Имеют место быть И во всех странах По крайней мере Они логичны И правильны В Тамбове К слову О Тамбовских волках Был когда-то Музей Тамбовского волка Да? Да Вот Но когда я сюда Приезжала Не помню Какой это был год То ли 2008 То ли 2009 Я этот музей Пыталась найти Я его нашла Точнее место Где он когда-то Располагался И выяснила Что его Больше нет Потом уже В интернете Мы нашли информацию Что Когда этот музей Гастролировал Со своими экспонатами Он сгорел Да Все экспонаты Погибли И музей Собственно Закрылся Я надеялась Что может быть Возобновят этот музей Наберут новые Какие-то экспонаты И где-нибудь Его откроют Но нет К сожалению Этого музея Здесь нет Но в интернете До сих пор Можно найти информацию О его существовании В городе Тамбове Знаете Этого музея Здесь Нет Но он Когда-то Был Так А мы Собственно Ты хочешь сказать Что нам Обрат Ой мама Вот до перегрестка Направо Ой Будем выгребаться Обратно На коммунальную улицу И Снова пойдем по ней Так может сразу На интернациональную А по интернациональной Мы потом будем Возвращаться в гостиницу А Ну это чтобы усложнить Себе жизнь Да Мы дойдем Не ходить два раза Одними путями Дойдем до коммунальной И пойдем уже В сторону вокзала Это скажу я вам Довольно далеко Вот из-за такой Небольшой в сущности Достопримечательности Некоторые Сумасшедшие Туристы Наматывают Десятки километров Причем пешком Пешком Причем после того Как весь день гуляли Да Наконец-то мы Доковыляли До вокзала Ой Как-то долго Мы шли Дорога заняла Чуть больше времени Чем мы рассчитывали Да Ну все-таки Мы дошли Да Вокзал Довольно Такой симпатичный Большой Красивый Да Напротив Посмотрите Фонтан Тамбов Город фонтанов Прям с языка Сняла Точно Да Ну мы сейчас Зайдем на вокзал Посмотрим Может быть там Сувенирные лавки Все еще работают Просто погуляем Зря что ли Мы сюда шли Да Ну а потом уже Будем выдвигаться В сторону апартамента К сожалению На вокзале Никаких сувенирных лавочек Не оказалось Он снаружи большой Внутри довольно маленький По какой-то странной причине Ну мы там Все равно походили Посмотрели Как поезда Отправляются Какие куда И вот Выходим на Интернациональную улицу По которой Сейчас будем Двигаться В сторону Наших апартаментов Я Не помню Сколько нам идти Около двух километров Может быть Чуть меньше Ну мы особо Торопиться не будем Так Нагазану Так Ну наверное Все На сегодня Наш день Заканчивается Какой дом Культуры Знамя труда Интересно Встречается В любом случае День заканчивается Уже Темнеет Ну а мы С вами Встретимся Завтра Завтра будет Новый день Обещают Очень хорошую погоду Так что Большое спасибо За то Что вы посмотрели Это видео Всем пока